Ауду биллэхи минал шайтанирраджим бисмиллэхи ррахмани рухим ва бихинаста'ин ва хваххиру насрин ва му'ин ва салату ассаламу а а ла сайиду ламбия и вал мурсалин ва а ла алихи ттайбин а ттахирин а лмасумин ва ла анату ддаимату ва ла адайхи мажмайин и ла к явми явмиддин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту дорогие братья и сестры, продолжаем наше занятие посвящено вопросам идеологии и с сегодняшнего дня мы начнем разбирательство атрибутов действия и прежде всего напомним, что из себя представляют атрибуты действия атрибуты действия, в отличие от самостных атрибутов не являются качествами и атрибутами совершенства что это означает? это означает, что те атрибуты, которые мы будем теперь разбирать они не придают Богу какого-либо совершенного качества другими словами, отсутствие этих атрибутов не делает Бога несовершенным, недостаточным а наличие этих атрибутов не придает Богу какого-то нового качества нового совершенного качества чтобы было понятнее, мы приведем пример, который приводили ранее так как этот пример дает очень ясное представление о том, что из себя представляют атрибуты действия представьте себе человека, который 10 минут назад стал братом давайте зададимся в данном случае очень важным вопросом на самом ли деле он является братом? или этот его атрибут, это его качество является чем-то выдуманным, воображаемым нами? конечно же, это его суть, суть этого человека это истина, то, что он стал братом истина, то, что он является братом это не является чем-то воображаемым нами это не есть продукт нашего воображения это самое что ни на есть действительность то, что он стал братом, он теперь является братом Но теперь зададимся другим вопросом. Изменилось ли в этом человеке в нем самом что-либо? Что-то в реальной действительности вне этого человека изменилось. Мы об этом не задаемся, об этом не спрашиваем. Так как родился человек, вследствие чего он стал, то есть одним человеком стало больше. Но зададимся вопросом, изменился ли он сам? Представьте себе, смоделируем ситуацию, когда он даже не знает об этом, не знает о том, что стал братом, что у него родился брат или сестра. Изменился ли он? Изменилось ли в нем что-либо? Он может стал лучше, а может и стал хуже? Конечно же нет. Он нисколько не изменился. Он все тот же человек, который был 10 минут назад. Абсолютно без каких-либо изменений. То есть вследствие того, что он стал братом, в нем абсолютно ничего не изменилось. Ни в хорошую сторону, ни в плохую сторону. Он ничего не приобрел сам по себе и ничего не потерял. Изменилось нечто вокруг него. Окружающая его действительность изменилась, вследствие чего он обрел. Определенное отношение к какому-либо другому человеку, вследствие чего теперь мы его называем братом. Мы говорим, что он является братом. Например, братом того-то. Но при этом не забываем о том, что этот его атрибут является реальностью. Не является воображением нашим. И таковы все атрибуты действия Бога. То есть будь эти атрибуты или не будь этих атрибутов, Бог не является вследствие наличия или вследствие отсутствия этих атрибутов, совершенным или несовершенным. В нем ничего абсолютно не изменяется. Он ничего не приобретает и ничего не теряет. Вследствие приобретения или вследствие потери этих атрибутов, атрибутов действия. Именно поэтому мы говорим о том, что атрибуты действия очень сильно отличаются от атрибутов самости. Атрибуты самости это атрибуты совершенства. Которые наличиствуют о наличии у Бога того или иного совершенного качества. А их отсутствие наличия свидетельствовало бы об отсутствии этого совершенного качества. В отличие от атрибутов действия. Атрибуты действия таковыми не являются. Если бы, например, Бог никогда не созидательствовал, Бог никогда не создавал никого, ни одного творения, и как следствие мы не называли бы Его создателем, так как Он ничего не создал, не называли бы Его создателем, то от этого Бог ничего не потерял бы. Не потерял бы какого-либо качества, совершенства. И таковыми являются все, без исключения атрибуты действия. Это особенность, отличительная особенность атрибутов действия. Они не свидетельствуют о наличии или об отсутствии совершенных качеств. И с учетом этого мы приступим к первому атрибуту действия. Все те атрибуты, которые мы постараемся разобрать и объяснить, все эти атрибуты действия, это те атрибуты, относительно которых имеются определенные непонимания, имеются определенные разногласия среди мусульман, так как атрибутов действия огромное множество, и многие из них очевидны и понятны. Например, созидательство. Бог является создателем. Этот атрибут более-менее очевиден, более-менее понятен, не имеет каких-то темных сторон, относительно которых имелись бы разногласия среди людей. Поэтому мы разберем те атрибуты, относительно которых имеются разногласия, относительно которых имеется какое-то недопонимание. В первую очередь это воля. Бог обладает волей. И здесь имеются разногласия. Разногласия о том, что из себя представляет воля. В первую очередь разногласия касаются того, относится ли этот атрибут к категории самостных атрибутов, или это атрибут действия. По этому поводу имеются определенные разногласия. Некоторые считают, что воля – это атрибут самости. И разъясняя этот атрибут, атрибут воли, они объясняют, что воля на самом деле – это то же самое знание, которое мы обсуждали ранее и говорили о том, что это атрибут самости. Они говорят, что воля – это то же самое знание. Но есть отличие между знанием и волей. Отличие заключается в том, что когда мы говорим о знании, мы говорим о всяком знании, знании всего, знании вообще. А когда мы говорим о воле, мы говорим о знании того, что необходимо сделать, того, что стоило бы сделать, того, что имеет какой-то интерес, имеет какую-то выгоду, имеет какую-то положительную сторону. Действие, которое имеет какую-то положительную сторону. Знание об этом. То есть они говорят, что именно это знание, знание того, что лучше, знание того, что хорошо, знание того, что необходимо, знание того, что подобает, это знание, именно это знание мы называем волей, утверждает эта группа людей. Называем волей, а знание как таковое является самостным атрибутом. А значит, и воля является самостным атрибутом. А говоря о знании, мы говорим о всех видах знания. В том числе и знании того, что не стоит делать. Знание того, что не подобает делать. Знание того, что не стоило бы делать. Это одна точка зрения на вопрос воли. И считается, что это самостный атрибут. Но дело в том, что воля – это не самостный атрибут. Это атрибут действия. И делится он на две группы. Под волей мы подразумеваем две разные по своей сущности, по своим следствиям, в первую очередь, вещи. Во-первых, когда мы говорим воля к чему-либо, например, говорим воля к чему-то, мы говорим любовь к этому, симпатия к этому. Например, по крайней мере, в арабском языке Ирада используются в этих двух значениях. Возможно, в русском языке тот перевод, который мы используем, когда переводим слово Ирада, возможно, не имеет этих двух смыслов, но именно слово Ирада, которое используется в Откровении, которое было использовано в Откровении, и переводится как воля, имеет эти два значения. Первое значение – это любовь к чему-либо. Например, в Священном Коране сказано «Туридуна арада дуния в Аллах юриду ахира» Вы стремитесь к благам и наслаждениям этого бренного мира. То есть вы любите это, наслаждение этого мира. В Аллах юриду ахира. Но Аллах любит, чтобы вы наслаждались благами следующего, загробного мира. Аллах любит, чтобы вы наслаждались более возвышенными ценностями, наслаждались более интенсивным, более качественным наслаждением, чем то наслаждение, которое вы можете получить в этом мире. То есть здесь говорится о любви в этом аяте. Это первое значение слова «воля» – «любовь». В этом значении исключено действие. То есть человек что-либо любит, но не действует. Может действовать, может не действовать. То есть неопременным условием этого значения не является действием, в особенности, когда говорится, речь идет о Боге. И секрет заключается в том, что Бог предоставил человеку свободу воли и призвал его к тому, что он любит. Призвал ему, призвал человека к тому, что предпочитает сам Бог для самого человека. Например, призвал его предпочесть наслаждение будущего мира наслаждением этого мира. Призвал не жертвовать наслаждениями будущего мира ради наслаждений этого мира. Но при этом Бог предоставил свободу воли человека, чтобы он сам добровольно выбрал этот путь. Добровольно выбрал то, к чему призывает его Господь. Именно поэтому Бог сам не действует, несмотря на то, что он всемогущ, и полностью человек находится в его распоряжении, в распоряжении Бога. Несмотря на это, Бог предоставил ему свободу воли и всего лишь призвал его к тому, что он любит. Это одно значение воли. Второе значение – это решимость действовать. Решимость что-либо совершить. Например, человек решил, приходит к решению, приходит к выводу пойти, например, в парк и прогуляться. И совершает. Эта воля толкает его к совершению этого действия. Это второе значение воли. Но дело в том, что в этом значении воля отличается в отношении Бога от той воли, которая имеется в человеке. И в чем это отличие, мы разберем на следующем занятии. На этом я с вами прощаюсь. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.